Всем привет, снова здравствуйте. Давайте разберёмся, как сделать нарезной ствол. Спасибо, опять же, ишпанцам, китайцам, американцам. У них это уже давно распространено, мы только начинаем в это дело вникать. Ну и поехали. Восьмёрочка. Можно в семёрке сделать, если кому интересно. Я потом покажу, как это делается в семёрке. Там чуть подольше, конечно, будет это дело. Ну ничего. Так, нажимаем тулы, открываем цилиндр, всё это дело вытягиваем, edit, смотрим, по какой оси работаем. Вот так вот. Всё это дело выравниваем, заходим initialize, так делаем пустоту, как и в семёрке. Вот так вот. Ну и в принципе всё. Жмём make polymesh. Теперь заходим в саптулы и жмём append. Жмём cube. Переключаемся на него. И получается, так, заходим в геометрию, его уменьшаем, вот так вот. И вытягиваем. Вытягиваем мы его вот сюда вот, вперёд. Вот так вот. Сильно дюжить не надо. Ну, где-то вот так вот. Выравниваем опять же. И теперь заходим в array mesh. В array mesh мы нажимаем array mesh. Нажимаем lock rose. Заходим в rotate. Ставим repair 16. Жмём enter. И теперь по оси. Так. Мы на оси X. Значит будем работать с осью Y. Вот так вот. Ставим 360. Жмём enter. Вот на эту ось. Или на какой вы будете находиться. Там по Y, по X, по Z поставите. Ну и теперь pivot. Жмём pivot. И смотрим вот по X. Разводим всё это дело вот так вот. Чуть побольше. Ставим move. Отключаем gizmo. Кто любит gizmo работать, работайте. Кто нет, ну тогда не надо. В sub tool подгоняем с помощью MOV вот эту вот нашу заготовку. Теперь с помощью Skyl уменьшаем вот этот наш, наши квадраты. И с помощью MOV опять же подгоняем. Вот так вот. Ну в принципе заготовка легла. Теперь переключимся на наши вот эти вот квадраты середины. И покрутим немного это всё дело в деформации. с помощью, ну так, твиста. Так, это не то. Опять же смотрите на какой вы оси. По X будем крутить. Вот так всё это дело у нас закручивается. Вот таким образом. Вот таким образом. Смотрим, чтобы не было многовато. Клуб отключим пока и чуть-чуть, наверное, подкорректируемся. Так, твист чуть-чуть сделаем вот так вот поменьше. Посмотрим, как там идёт закрутка. Вот так вот. И вот так чуть-чуть можно ещё прям больше и поставить. Ну и теперь вычитаем всё это. В восьмёрке вы уже помните это всё по-другому. Всё быстрее. Жмём Live Boolean. Переключаемся на первую заготовку сапту. И жмём вот это вычитание. Вот такая вышла у нас нарезная заготовка для ствола. Потом её ещё можно будет покрутить. Можно ещё посильнее крутануть вот эти внутренности. Это как кому будет удобно, интересно. Ну а теперь вопрос, как всё это сохранить. Вот есть Boolean тут. И жмём Make Boolean Mesh. И вот она наша уже готовая заготовка. Её можно переправлять в семёрку, работать с ней там. Ну что, давайте попробуем всё это дело вытянуть. Зайдём теперь в геометрии. И попробуем всё это дело вытянуть. Вот как будто это наш ствол. И вот он уже нарезной. Так же можно его уменьшить. И вот такое получается что-то. Если кому-то эта тема интересна, ставьте классы, дизлайки. Тоже буду рад им. До свидания. Всё. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok